Сегодня мы собрались по поводу заработной платы на заводе «Океан». И хотели бы комплексировать нашу угоду, которую мы взяли на себя как территориальная громада. Инициативная группа территориальной громады взяла на себя такую ответственность. Выступили с инициатором, вступили в переговоры с представителем собственника и подписать угоду о выплате заработной платы по выходе из кризиса, из того, который сожжился. Получилось так, что мы начали работу с представителем собственника. И в результате этого появился вот такой документ. Между нами с инициативной группой Габель Райдовеста Маколаева и публичным акциональным товаристом в Кувальске судном водительных завод «Океан». Социально-экономическое испытание. То есть, мы здесь прописано, что наши права и обязанности предлагает представитель собственника. Какие обязательства они на себя дают? Вынесли в этот протокол определенные решения, подготовили вот такую вот бумагу к угоду, мы ее зачитаем вам под протокол, подпишемся внутри, кто есть присутствующий. И в том числе, все здесь направлено исключительно на защиту прав людей, которые работали раньше на заводе и хотят продолжать дальше. Факты МСЗ ОКН вырешивают питание, по сути, с полного погашения заборгованности тогда по заработной плате перед своими профессиональными данными. То есть, по сути дела, это те вопросы, которые надо начинать решать. Вот стороны садить друг против друга и продолжать решать дальше. И я предлагаю формализировать все это. Чтобы наше собрание не прошло бесследно. Когда мы вот разговариваем друг с дружкой, это одна дело. Когда мы выходим уже на подобного рода уровень, то после данного собрания должна оставаться бумажечка. Хотел бы отразить, чтобы каждый понимал, что завод не умирающий. Он искусственно попытается умертвить. Сегодня очень много предложений. Предложения касаются и области судостроения, и касаются других направлений, в частности обработки и изготовления металлиц. То, что касается судостроения. В июле прошлого года приезжали сюда представители трех германских верфилей. Рассматривали серьезную программу по строению и изготовлению трех предоковоснабженцев. Очень серьезные предложения идут со стороны компании, которые сегодня занимаются ветроэлектрогенераторами. Я не буду называть компанию, но она работает на Украине, думаю, она спешит. Сегодня стоит вопрос. Было предложение, чтобы завод Океан начали взлетавать башню под ветроэлектрогенераторами. Полистики собственника в целом. Чтобы все понимали, что собственник настаивает на том, чтобы развивать судостроительное направление с другом. Вот эта тенденция, что сегодня идут вырезая заводы судостроительные, это вообще преступление, считаю. И тоже собственник поддерживает это. Он говорит, что да, надо развивать. Даже вплоть до того, что решение было принято собственниками, акционерами. Выделить кредитную линию для начала работы завода. Когда только мы начнем какие-то осуществлять программы по освоению уже работы, о начале работы на предприятии и развитии каких-то программ, заработает кредитная линия, выделенный акционер. Я думаю, что многие люди, которые сегодня, ну, и бессоветели, работают за рубежом, это не лучшим. Почему они работают, собственно, в доме, пускай даже будет зарплата несколько ниже, чем в Европе, но это находиться дома и получать зарплату именно дома. Я думаю, что это не так. Я думаю, что это не так. Мы хотим, чтобы завод выплатил всю заработную плату, которую не выплатил, чтобы образовались рабочие места, чтобы завод начал работать и принимать на завод на работу людей, жителей корабельного района.